МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Легенда мирового хоккея в Сарове Вячеслав Фетисов посетил наш город. 22 миллиона услуг за 10 лет МФЦ региона отмечает юбилей. Защита государственных интересов на водных территориях. 30 июля в России отмечают День военно-морского флота. Далее расскажем обо всем подробно. Легенда мирового хоккея в Сарове. Депутат Государственной Думы, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом», двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов посетил наш город. В рамках визита Вячеслав Александрович принял участие в стратегической сессии «Вместе мы можем больше», где вместе с руководством города, ядерного центра и НЦФМ, молодежью, волонтерскими объединениями, предпринимателями, педагогами и медиками обсудил перспективы развития Сарова. Следующим пунктом визита Вячеслава Фетисова стал стадион «ИКАР». Там он принял участие в инклюзивном мастер-классе и акции по посадке деревьев под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также встретился со спортивной общественностью. За 10 лет работы МФЦ в регионе гражданам оказали более 22 миллионов услуг. С каждым годом статистика только растет. Порядка трех миллионов услуг оказали нижегородцам многофункциональные центры за прошлый год. Подробнее о работе центров расскажем далее. Регистрация прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдачи паспортов, регистрационный учет граждан, действия с учетной записью на портале госуслуги. Это самые популярные услуги, которые предоставляют нижегородцам в МФЦ. В честь своего десятилетия многофункциональные центры региона подводят итоги. Ранее все МФЦ были децентрализованы, а гражданам оказывалось всего около 70 услуг. Сегодня многофункциональные центры имеют единую структуру, и жители в них могут получить свыше 300 услуг. Из 300 услуг этих есть услуги, которые мы даже порой иногда забываем, что они у нас есть, потому что они настолько непопулярные, невостребованные, может быть, потому что люди не знают. Сейчас, например, апостелирование документов мы делаем для вывоза за границу, для отправки за рубеж, необходимое проставление апостеля. С Минюстом у нас заключено соглашение, мы апостелируем часть документов. Вот эта услуга пока только начинает свою популярность набирать. Она у нас есть, это можно сделать в любом МФЦ. Перед посещением отделения рекомендуют зайти на официальный сайт МФЦ и посмотреть, есть ли нужная услуга в отделении и какие документы необходимы для ее получения. Всегда можно позвонить в Центр телефонного обслуживания заявителей 422-1421 и получить консультацию специалиста. Статус готовности тех или иных заявлений в МФЦ можно проверить на портале ОМФЦ самостоятельно. Запущен механизм проверки статуса документа по ПИН-коду, который присваивается каждому пакету документов при приеме в отделении МФЦ. Хочется еще обратить внимание тоже в этом же ключе. Поскольку МФЦ история очень популярная, естественно, есть мошеннические вещи. Очень много сайтов, клонов. И обращайте внимание, пожалуйста, что мы никогда ничего там не требуем, никаких, естественно, финансовых вложений и так далее. Вводить свои персональные данные лишний раз тоже не требуется никогда. И у нас сайт, он у МФЦ-ну.ру, то есть он у нас понятный официальный сайт. За время работы МФЦ гражданам было оказано более 22 миллионов услуг. С каждым годом статистика только растет. Порядка трех миллионов услуг оказали нижегородцы многофункциональные центры за прошлый год. В каждом отделении МФЦ сегодня существует сектор пользовательского сопровождения. Посетители многофункционального центра могут получить консультацию специалистов по работе с порталом госуслуги. Сотрудники выходят туда, где собираются люди, желающие поучиться. Очень много мы выходим в соседские центры. Мы работаем с организациями, со школами. То есть туда, откуда идет запрос. Сделать это достаточно просто. Надо просто прийти в МФЦ и сказать, что мы готовы собрать группу людей, которые хочут обучиться. В любом МФЦ, в любого района области запишут, и мы решим, кто, куда, как выходит и обучают. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. С понедельника в Сарове отключили горячую воду. Причина – профилактические мероприятия систем водоснабжения. Горячая вода вернется в дома саровчан 9 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Природные пожары вредят лесу и диким животным. В 90% случаев причина возгораний – неосторожность человека. Предупредить пожар с непоправимыми последствиями могут простые правила безопасности. Тушите костер, даже если он прогорел. Не выбрасывайте спички и сигареты. Забирайте с собой мусор. Если увидите горящий лес, быстро звоните на прямую линию лесной охраны 8 800 194 00. Или сообщите об этом в пожарную по номерам 101 и 112. Ликвидировать лесные пожары проще со спецтехникой и оборудованием. Мотопомпами, вертолетами и беспилотными аппаратами их закупают регионы благодаря нацпроекту «Экология». Чтобы дети и молодежь лучше знали свою страну, работают государственные программы путешествий. Расходы за них берет на себя правительство. Программа работает для учащихся 5-9 классов уже второй год. В нынешнем на поездки по родному краю выделили в два раза больше денег – 1 миллиард рублей. Ребята, которые побеждали в олимпиадах и конкурсах, занимались волонтерством или проявляли себя в творчестве на платформе «Россия – страна возможностей», тоже могут путешествовать бесплатно. Для них работает программа бесплатных поездок «Больше, чем путешествия». На нее выделили 3 миллиарда рублей. День военно-морского флота Российской Федерации установили в последнее воскресенье июля. Праздник отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ. Общественная организация ветеранов ВМФ «Сарова» на протяжении нескольких лет погружает горожан в историю военно-морского флота. Сергея Яковлева с детства привлекали корабли и водные стихии. Мальчиком он все время мастерил парусный транспорт из различных материалов. Часто маленький Сергей проводил время на берегу реки и смотрел на речные корабли и мечтал, что однажды и он пойдет по воде на своем судне. После 10 класса Сергей Михайлович поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Макарова. После пяти лет учебы на Дальнем Востоке для дальнейшего прохождения военной службы его направили на Северный флот. Во время учебы моряк участвовал в военном походе в Индию, прошел Тихий, Индийский и Атлантические океаны. Виктор Федорович Ваняев 40 лет прожил на Севере. 10 лет был старпомом, остальные 30 занимал должность капитана. Закончил речное горьковское училище, ходил по Волге от Москвы до Астрахани. Потом мужчину призвали на Северный флот. Там он служил на атомной подводной лодке «Азухе». Потом при колошении к командованию получали новые пароходики. Я ходил в командировку, пригонял эти новые пароходы в Гаджиеву, в эту базу. И потом на разных судах работал уже вольнонаемный. Участвовал в спасении подъеме, вы слышали, наверное, Курск погиб. 118 ребят молодых погибло. Матрос Геннадий Николаевич Бычков – военный водитель. На Северный флот мужчина попал, когда его призвали на военную службу. За это время Геннадий Бычков проехал практически всю территорию Кольского полуострова. Из окна машины он увидел много нового. Посещал базы подводных лодок, катеров, аэродромов. В группе обеспечения Геннадию Бычкову довелось возить начальника связи ВМФ контр-адмирала Крылова. Они приехали в то время, когда у нас там случился форс-мажор, метель сильная. Когда мы с аэропорта до Североморска добирались, ну, в нулевой видимости практически. Там видимость была где-то в пределах пяти метров. Но мы доехали. Сейчас мужчины – члены городской организации ветеранов ВМФ. Организация появилась в Сарове в 2004 году, а в 2011 силами членов и друзей организации открылся уникальный для нашего города музей военно-морской славы. Это место – живое продолжение морской мечты тех, кто когда-то предпочел зыбкие, бушующие волны, спокойной и твердой земле. В Мордовию за сказками каждый четверг библиотека Маяковского открывает для всех желающих летний читальный зал под открытым небом. На очередной встрече Маяковка познакомила своих читателей с мордовским фольклором. Мордва – старинный и колоритный народ России, который славится своим ремеслом, творчеством, самобытным языком. Республика Мордовия – регион, расположенный по соседству к нашему городу. Традиции этого этноса связаны с флорой и фауной, поэтому большинство литературных персонажей – жители леса. Дети с удовольствием слушали мордовские сказки, легенды, знакомились с главными героями народных произведений. Появился удар. И тут же заключал. За этим не работаю. Хочу работать. Многие персонажи мордовского фольклора имеют свои прототипы и в других сказках. Например, леший – хозяин леса в мифологии восточных славян. А у Мордвы дух леса – это верява. Много легенд посвящено и куй-горожу, приносящего в дом богатство. А выглядит он, как сова со змеиным хвостом. Это куй-горож. Нам рассказывали рассказку. То, что куй-горож, если кто-то не слушался маму и папу, то он все время говорил, как бы «бо-бо-бо», «бо-бо-бо». Библиотека Маяковского еженедельно проводит познавательные мероприятия на свежем воздухе для всех желающих. Ребята могут принять участие в мастер-классах, чтениях, вслух, выставках и квестах. И все эти акции уникальны. Ведь каждый раз юные читатели знакомятся с новым автором. Каждую среду у нас проводится библиотечный дворик. Это наше здание библиотеки по улице Московская, 11. Там во дворе дома наши библиотекари предлагают всем жить в городе, побывать на интересных, веселых, познавательных, развлекательных мероприятиях. А по четвергам у нас работает летний читальный зал. Уже здесь около центральной библиотеки по Мира-4. Самый активный посетитель библиотеки по итогам каникул получит награду «Лучший летний читатель». После каждого мероприятия ребята получают флайеры. Их нужно коллекционировать, чтобы выиграть в этом конкурсе. С начала года сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 6 ДТП с наездом на велосипедистов, в которых пострадали 5 человек. Из них четверо несовершеннолетних. Родители часто забывают о беседах про правила дорожного движения и отпускают маленьких детей гулять одних. О последствиях с начальником автоинспекции поговорила наша съемочная группа. 10 детей погибло, 111 получили травмы. В Нижегородской области на 2,4% выросло количество ДТП с участием несовершеннолетних за прошедшие 7 месяцев. Частой причиной таких аварий, по словам начальника автоинспекции Сарова, становится недостаточный присмотр со стороны родителей. Только за прошлую неделю в нашем городе произошло два таких случая. Крайние дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетнего ребенка, которому было порядка 6 лет, мама его оставила. То есть одного он находился на большом расстоянии от своего дома. Родители не осознают тяжесть последствий. То есть для них это все в рамках позволенного. То есть если, например, ребенка оставляют без внимания какой-то промежуток времени, то есть с ними разговариваешь, они не осознают этого, что да, это нормально, вроде как бы уже взрослым. Каждую неделю автоинспекторы составляют несколько протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дети проезжают пешеходный переход на велосипеде, не спешившись, перебегают дорогу в неположенном месте и даже управляют транспортными средствами без прав. Состояние опьянения были задержаны. У нас несовершеннолетние подростки управляли мотоциклом. Состояние алкогольного опьянения. На данных родителей было тоже составлено статья 5.35. То есть их направляют на комиссию, в администрацию, где уже там она принимает решение. То есть такую семью ставят на учет. На прошлой неделе трое пьяных водителей тоже были задержаны сотрудниками ГИБДД. Десять автомобилистов не пристегивались ремнями безопасности. Четверо не уступили дорогу пешеходам. 30 июля правоохранители вместе с активистами лицея номер 15 и школы номер 17 провели профилактическую акцию «Юный пассажир». Они напомнили водителям о правилах перевозки детей, вручили памятки о том, как правильно выбрать и установить удерживающее устройство. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»